Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем доброго времени суток и огромное вам спасибо за ваши все пожелания, за ваши все благословения. Я всё это принимаю и благодарю вас. Вы у меня самые ласковые, добрые и приятные люди, потому что столько тепла я получила в ваших поздравлениях. Дай Бог, чтобы все ваши пожелания и поздравления вернулись к вам в тысячу раз больше. Вот этого я желаю. И опять 2020 год начался, а значит я снова буду поздравлять вас, вообще весь год буду поздравлять и благословлять. Во-первых, всем-всем вам здоровья, вашим родным, вашим близким. Это очень-очень важно, потому что когда есть здоровье, когда Господь Бог вам даёт, а даёт Он здоровье мудрым, а даёт Он здоровье именно тем людям, которые берегут свой храм Божий. Вот он наш храм Божий. И очень трепетно относятся к тому, что внутри. Я хочу попросить прощения, потому что сейчас у меня закипит чайничек, у меня есть время, и я хочу с вами пообщаться. Я своему редактору специально дала задание, чтобы он мне подыскал интересных, такие интересные рассказики, то, что происходило с людьми на Новый год, с его знакомыми на Новый год, и просто с людьми из социальных сетей. Я сразу хочу... О, закипел сейчас. Итак, по чайку, дорогие мои, вот мой чаёчек. Сегодня вот в такой чашечке. Вот в такой вот. Это мой домашний чай, я сама его делала. И в социальных сетях меня нет. Нет, я там где-то есть на Фейсбуке, но это чисто для своих родных и близких, какие-то чрезвычайные ситуации. Тогда мы с друг другом там общаемся, что-то передать, что-то срочно сказать, и всё. Я никого туда не подписываю, никого. Там только самые ближайшие, и всё. И меня там нет, я там практически не бываю. Меня нет в Инстаграме, у меня нет Инстаграма, я сразу вам говорю. Если под моим именем кто-то, или под Кэтрин Докс кто-то есть, вы знаете, что это фикция, вас обманывают. Меня нет ни в какой сети, ни в какой. Я ещё раз повторяю. Я общаюсь только через Интернет, через Ютюб. Это единственное, через что мы можем общаться, писать комментарий. Только один Ютюб. И мой эмейл. Это Кэтрин Докс, собака, gmail.com. Всё, больше никакие, никакие соцсети меня не интересуют, у меня просто нет времени, и всё, что я хочу, я говорю вот так. И, в общем, а сын у меня, он то там, то в одной сети, то в другой, то у него друзья там, и он общается. Я говорю, ты покопайся, поскольку ты у меня главный редактор. Пожалуйста, найди какие-то интересные случаи новогодние, в том числе и у твоих знакомых. Поинтересуйся. И вот такая подборочка, которую он мне рассказал, и плюс к этой подборочке, те случаи, которые происходили в моей жизни или в жизни моих друзей. Первое, не волнуйтесь, что тебя будем так называть. Как-то на Новый год одна пара собралась в гости к родителям. Его звали Коля, а её звали Аня. И вот они собираются. В общем, Коля оделся первым и стоял в прихожей, ожидая Аню. Через некоторое время Аня появилась в праздничном наряде и спросила, где пакеты. Она завязала, приготовила пакеты. Ну, как обычно, когда мы идём кому-то праздновать Новый год, то мы несем свои пакеты. И вот она спрашивает, где пакеты? А Коля отвечает, что вот эти вот здоровые мусорные пакеты, он их вынес в мусоропровод, тщательно затолкал, пока ожидал её, чтобы не оставлять на следующий год мусор. Ну, после небольшой паузы Аня поинтересовалась, а почему он не заметил, что в пакетах находилось. Там ведь были несколько салатов, там был холодец, там был торт, и там бутылка хорошего коньяка, и там всякое по мелочам. Но Коля говорит, Анечка, а зачем же ты завязала их в чёрные пакеты, в мусорные? Я подумала, что это мусор. Вот и всё. Вот такие случаи тоже случаются. Вот такая вот история предновогодняя. Это из его знакомых. Ну, а из моих знакомых одну девушку бросил парень. А это было прям перед Новым годом. Ну, и она как-то так не решалась завязывать отношения, а другая ей посоветовала. Она говорит, что, ну, для начала ты возьми, раз тебе одиноко, так тяжело, ты можешь себе найти какого-то человека через интернет познакомиться. потому что есть Фейсбук, есть то, 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 есть много всяких сетей, где-то, где человек не может быть один. Вот не может быть человек одинокий, когда есть такая замечательная вещь, как интернет. Поэтому ты там пообщайся, найди то, что тебе по душе, пообщайся, попереписывайся, и не будешь ты так переживать, и не будет у тебя такой боли душевной, и не будешь ты одна на Новый год. Вот, ну, в общем, начала она общение через интернет, познакомилась. В общем, они договорились о первом свидании в каком-то, в кафешке в каком-то, в какой-то. Причем этот человек из этого же города, она постаралась так найти, чтобы из одного и того же города, и пошли они в пиццерию где-то. И вот вечером, 31 декабря, при полном марафете отправилась на свое первое свидание. Причем она очень так волновалась, очень общалась с ним, переписывалась. Там какие-то фотографии, и тут сидит парень, вроде бы заходит, она вроде знакомая. Вроде это он, но вроде и не он, понимаете? То, что фотографии высылают, то одно. А то, что ты видишь, это совсем другое. Вот он сидит, сидит один, и она сидит. Сердце колотится. Она думает, вдруг вот он присылает, что вот он такой вроде как худенький, нормально, а там придет какой-нибудь лысый, толстый и так далее, и так далее. Нет, сидит вроде худенький, худощавый. Ну, он так вот полубоком сидит, она не видит полностью лица, она видит его полубоком. И вот заходит, подходит к нему и говорит, это я. Он говорит, а это я. Ну, сели, начали общаться, он заказал шампанское, потом он пошел ее провожать, он ее проводил. А потом она выходит на общение, и тот говорит, пишет ей в соцсети, ты, говорит, меня извини, я сегодня не смог прийти. Давай на завтра отложим. Она говорит, так ты же меня только проводил. В общем, оказывается, она совершенно с другим человеком, причем она к нему подошла и говорит, это я. А он ей отвечает, а это я. Ну, вот так вот они до сих пор вместе. Вот такая вот история новогодняя, понимаете, до сих пор вместе. То есть они поженились, это прекрасная пара, но это из моих знакомых. Вот так. Следующий такой интересный случай произошел, это мой редактор у своих знакомых. люди молодые, путешествуют сейчас везде, абсолютно везде, слава Богу, границы открыты, садишься и едешь. Кто не знает, у нас в Украине сейчас такой без визы в Европу, куда хочешь можешь садиться и ехать. И вот они поехали. В этот раз они поехали в Таиланд. Ну, моего редактора, друзья. Поехали в Таиланд. И в одном пабе на берегу все чудесно. Там знакомства. Одна пара поехала и одна девушка. Вот они втроем поехали. Девушка без пар. Вот там она познакомилась с молодым человеком. Плясали до утра, было весело. Получилась прекрасная, веселая компания. В 7 утра закончился праздник. Пора расходиться. А расходиться куда? Такси нет, ничего нет. Там 20 километров до цивилизованного, скажем так, пункта. Дойти от этого вот так как бы мини-ресторанчика 20 километров идти им. Там, где их находится отель. И вот единственная машина, которая остановилась и предложила довезти их, тех, которые ну так хотели круто отдохнуть на Новый год. В общем, они 20 километров ехали в грузовике с курами. Куры? С куриными клетками. Вокруг куриные клетки и они и вот этот запах и вот это все вот так вот и двинули. Здравствуй, Новый год в компании с курами. И Таиланд запомнился именно именно встреча Нового года не столько рестораном и встречей, сколько вот этим вот 20-ти километровым путешествием до отеля с курами. А одна мадам вообще это нечто потрясающее. Да, когда я пью чай или кофе, я обычно нажимаю на стоп, чтобы не хлюпать вам в камеру, поэтому иногда там вы видите там бегает такой, прыгает камера, так что я прошу прощения. Но это лучше, чем когда хлюпать. И вы знаете, с одной тоже дамой 21 плюс вот что произошло. Надоело ей Оливье. надоело ей сеть под шубой, надоело ей вот это вот шампанское, тортик с вишенкой, все это ей надоело. Решила с подругой поехать в Париж. Говорит, слушай, давай мы именно на Новый год встретим Новый год по-французски. Ну, давай, потому что так надоело вот это вот уже Оливье, вот это все каждый день, как каждый раз. Традиционно хочется что-то изменить. Приезжают Новый год, Эйфелева башня, под Эйфелевой башней они там открывают шампанское, все. И их приглашают в ресторан, там гид стоит, несколько человек и говорят, мы идем сейчас в специальный такой ресторан, специально вот для нас, русскоязычных, присоединяйтесь к нам. Ну, а что? Их двое, им скучно, им хочется, чтобы было повеселее, здесь веселая толпа, русскоязычная, все, они объединились и пошли. Туристы, в общем. В общем, они доверились вот этому турагенту, так сказать, и приходят. А это совок-ресторан на затырках. Вот совок-ресторан на затырках. То есть все стилизовано под традицию советского ресторана. Руководитель, ну, менеджер этого ресторана и хозяин ресторана это бывший житель Советского Союза, который переехал и вот в таком стиле открыл для русскоязычных такой ресторан. Обои, скатерти, оливье, сеть под шубой, советское шампанское, причем не свежий домашний оливье, а вялый, заранее нарезанный. За всеми столиками наши лица советские и, естественно, вишенка на торте, в общем, телевизор и там приветствие их президента и все, в общем, в шоке были. Просто в шоке были. Но ничего, потом после первого фужера раскачивались, после второго, третьего все пошло хорошо. Встретили, как по традиции у нас из Франции вернулись с воспоминаниями об оливье. Вот. Ну, а какие у вас интересные были праздники на Новый год? У меня один раз Новый год был в рейсе. То есть в полете, в самолете Новый год был один раз. Но это не значит, что мы там выпивали. Нет, нет, нет. Мы очень скромно, очень скромно, даже чересчур скромно спраздновали. Но уже, когда приехали в профилакторию, в профилакторию уже посидели. тоже скромно, потому что на следующий день надо было уезжать. И нельзя, чтобы, когда ты проходишь через медпункт, у тебя обнаружили там алкоголь или чтобы неправильно показало давление и так далее. Или пульс, чтобы все было в порядке и хорошо. Так что один раз в полете ровно 12.00 было в самолете. А какие у вас интересные истории? Напишите, пожалуйста, у кого, ну, кто будет так великодушен, внизу, в комментариях напишите. Это очень интересно. Ну, а я люблю вас. Будьте благословены вы и ваши близкие. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok